Мне запомнилась одна фраза одного из твоих друзей в этом фильме. Он сказал, что, как говорит сам Хабиб, у него рекорд, да, показатель побед-поражений на улице лучше, чем в UFC. А когда последний раз приходилось что-то доказывать на улице? Ну, не плачу. Если, конечно, исключить драку, ну, вот эту потасовку с Макгрегором. Ну, это я не сказал бы, что это драка. Вы сами видите, там столько камер, столько охранников, я и понимал, что нам не дадут подраться. Но это ерунда, были более серьезные драки. Ну, бывало, что отец меня наказывал, бил даже, чтобы я не дрался на улице. Почему? Потому что я уже когда начал серьезные результаты показывать по любителям, уже ты, можно сказать, почти профессионал, ты можешь человека покалечить на самом деле. И на тот момент я это не догонял, не понимал. Но после того, как я уже начал по профессионалам драться, я перестал драться на улице. Ну, в Америке было у меня так, что... А кто-то хочет наоборот? Эй, чемпион, подойди-ка, покажи, да, насколько ты силен. Вот с таким посылом. В Америке было у меня, когда стоял в очереди на кассе, там пьяный мужик приставал и докапывался перед тем, кто стоял впереди. Ну, и я в том числе стоял впереди. Когда он до меня дошел, я ему сказал, успокойся, я профессиональный боец, да. Ну, у нас там на какой-то не принято говорить, я такой-то человек, оставь меня, да. Но в Америке я обязан это говорить. Почему? Потому что если бы я там подрался бы, мне пришлось бы перед законом ответить, могли бы меня посадить. Я его предупредил, он такой резко так отрезвел. Я ему говорю, я профессиональный боец, я могу тебе лицо сломать, ты должен успокоиться. И он так резко отрезвел, посмотрел на меня, через пару минут говорит, а где ты дерешься? Я говорю, ну, это уже другой разговор. Я бы сказал, что Хабиб объяснил ему на дагестанском, английском, да.